кстати да место протону пела это так вот никуда не хожу полз залетает шесть штук ну да и что делать если люди без сопротов то обнимается что пробивает мясо попросту мотива и футбинка понимаешь вот что будет сначала сопротив у меня нет вон фига я живой а то я алхимика и сама пью что хочу как говорится это больше как отговорка алкоголика звучит со стороны как раз в жизни вообще нет и абсолютно помечаемый не фарадова пожалуйста блять ухнутого перса вара блять глаза мозолит да и мага туда киньте что ухилить удобнее было мозолит то что брейдисе отвары который больше тебя дамаж да ладно перс просто оффнутый кажется что кто-то блять оффнулся с ума щас я перезайду чё лёха когда у тебя забирать у каостаки пропадут 10 штук да не ну если это все что есть на первой фазе то это принцип не так сложно и получается когда появляется трэш его нужно вводить от трэша да ну там зависит от того как лужи появились типа если под боссом больше трех то надо отводить чтобы не взрывалась много сразу чтобы было расстояние больше идти а так если смотришь то есть если мы выдалеко их от контроля и по два взрываешь потихоньку там два взорвалось если близко еще идут чуть-чуть отводишь чтобы сверх нового спалось так и прохилили до следующего взрыва потом это когда да ну не пропадает чтобы убить надо он заходит босса и взрывается то есть он пропадает когда в босса заходят а а а а а а а а ненавижу блять вот эти хуйни, которые блять выкидывают там надо чтобы босс стал на место пока босс на место не станет нельзя покидать тело или игра у тебя просто крашнет короче рассредоточено станете все блять а суку хуёво улетает все рыбу поставил там была рыба просто рассредоточен станет за босс каст перебежали так далее кто моего появились дали контроль и варада все по ходу дай проверку варах единственного все пошли тонку стали все разрозненно так чтобы между вами было метров 15 да поехал раз пошел перебежали наперед не перебегайте вот пока тот перебежал наперед выйти служа Сползжи выйти, сползжи, дебаф настакивает. Диспель, диспель людей. А тут твоя обязанность трон диспел, каст перебежали. Ой, ебать, а лучше это видно даже на стекле. Я тоже только сейчас заметил. Карина, продиспель. Пизда. Стан даю. Введите. Ой, чё хана. Эй, прохила нет. Саквус. Упали. Да по три моба вроде взрываю, а прохила нет. Больше хилов нет. Три хила. Четыре. Уже? 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 Ну это прогресс. Почти семь процентов. Три хила. Восемь лямов сняли. А чем тебя не устраивает тактика вечерняя? Чем отличаются от вечернего? У нас нет двух протоваров. Так это... Не, ну именно чтобы Райт так двигался, как вечером мы двигаемся. То есть нормально же живем. В основном. Сейчас люди как-то бегают хаотично, а в основном много на центре народа почему-то. Это просто ДВшники, они не знают, они же не ходили с нами. Какая разница, как бегать? Тоже правильно. Там проще смотреть на боссы, как перелетят. Пару человек вредит. Ну типа, пару человек надо отслеживать. А перебегать, когда под конец каста или у нас? Короче, как каст проходит, он выбирает то место, где ты стоял. То есть таргет тандомный. И туда летят перья. То есть грубо говоря, за разницу должен бежать. Ну прям 0-1 остается, до конца ты уже бежишь. Ну в принципе он простой. Дайте джеки. Кажется, что он простой. Ну блядь, первая фаза простая с видом. Ну блядь, удачи, тесно. Ну надо правильно двигаться, видишь. Понимаешь, со всех гильдий, со всех гильдий. Только четыре гильдии могут хоть что-то нормально переводить в первую фазу. Дайте джеки. И то, это люди все в убийствах, випах. Баф, да, ля, ауру убери. В какую? Ставлю на позиционку. Делитесь немножко, перья в разные места ли. Все, по готовности пулей. Ух ты, он еще и дыхает. Ваша задача не дпс, побавь. Паслись первых 10 момов от босса. Нормально, что все выжили. Идиспейлить, каст, перебежали. Только вместе не бегаете? Уже, блядь, никто урану влечит. Очень круто. Блоковый. Смирный. Увел. Необиду эти побыстры. Увел. Забрал босса. Бегите, бегите, совы. 2 второго стороны, дальний контроль, второй контрольте еще Стан даю Три бегут, еще один Четыре взрыва Тихуле, конечно, блядь Твои корни только по-моему Вихри еще есть, это корни и лягу еще Да, еще вихри есть, еще есть, блядь У нас друида в дохуе время У друида корни и плюс вихри Ну смотри, слили, да? Все, изи, следующих давай, сливай Этеологи, сколь? Что, два пирата только появилось, да? Ммм Да почему? Похуй знает А, видать, да Типа, что живых меньше было Живых, КПД Бегите Фиг на хп был Да я выживу Давайте, выстревайтесь быстрей Где види? Маны не было уже Ты смотри, мою вторую пачку хлоп Блядь, невосприимчивость уже станет Даю прожимки свои, блядь, хили еще Даю рывок Промах нахуй Одну тычку забрал с тебя Хилио, хилио Блядь, рывок, когда еще 20 секунд бегай Давай там связующим Связующим, блядь Раскол, ебашь Давай, хиль дейлик Давай, давай, давай На ману потом, считай себе ман весь Побежали, знак Блядь, бежи Сука Одно пиро Беги Беги Сейчас, КД секунда, короче Я тебя задефаю На 6 секунд Задефал, можешь танчить Лучи, блядь Тычка парирования ушла Стан даю Ебать, контроль Ты сдох Ебаный грудь Че танки? Че вы это? Все, стаунтил, сдох Сука Топ трайс Так, такс Для тех, кто вечером будет Сейчас тактика обещает Засчет второй фазы Надо босса, блядь, теперь Довашным рейдом Приводить на вторую фазу тоже уже Ага А мне знаешь, че кажется Надо уже Брать По ДПСу Топов Из ДВшного Не надо Ты думаешь не разделять их, да? Это знаешь, какой УДТ Райв Чтоб Что ты переманиваешь Нормальных Давай И вечернего возьмем попу Да, да, весь вечерний Когда будет одно и то же Урона хватает в принципе Ведь вечерним Вполне Нет Нам другого немного не хватает Просто Войт не понял, че сам сказал Это надо Минимум десять А то и больше Травят, чтоб люди с ДВ поняли Как убивать его На первой фазе Надо кручить Выходите с инста Выходите с инста Пока что Ждите возле инста От тех, у кого Стоп, секун У нас КД разное Не надо не выходить У всех КД разное На ОКХМ Как попасть туда наверх КД разное на ОКХМ Не надо наверх попасть туда На обычку Да не как Среди Да, не как Среди Ты скрин какой-нибудь найти Слов лодилки скинь Да, объясняй по скринам Неудобно Есть как-то возможность Туда пробовать Нет Ни через левитацию Ни как бы пройти Там Передвину, да? Мы только с ТП шнадцать читами Наверное Как-то пробирались раньше А там что-то пофиксили Этот гриб Поставь шкаф именно В стену сюда Сука, я упал Блядь, это в стену гриб А, ближе не дай вам Да, там не поставишь Блядь Пробуй сейчас Ума на здоровье Ну, типа Мне надо туда наверх Опасть В общем, вся первая фаза Проходит тем, что нужно Адов сливать, да? И двигаться По КД При этом ПДП есть А, нет Тут болты Ну, посмотрите Там текстура далеко Ну, не перейдёте так На шкаф Не знаю, я вверх вижу Чё другие вверх не видят? Вот так, вон вверх влезть платформу Лёха, не проще ему бычку сойти? А, я знаю КД у людей А чё ты хочешь по платформам-то? Хочет объяснить всё Как ходи У вас же КД Давай разрулю, короче Вот теперь ко мне портуйтесь просто Куда, куда? Я попал в гостину Ох, нифига себе Ух ты, видишь Тикатину смотри Ух ты, видишь Вот Как это сделал Ну, годы тренировок О О О О А я подумал, что это Гол Тюан, на робота идём? Трайд А, там закрыто Там закрыто Закрыто Короче, смотрите Метки сейчас расставили По поводу второй фазы Как я объясню сразу Там Чтоб хотя бы половина владела инфой Потому что Ром Я про вечерний риг говорю На небо ты всё не увидишь там Короче, этот Ну, смотри Если тебе там удобно Смотри Короче, смотрите По поводу Ну, тех, кто вечером ходит Я от твоего лица всё вижу От твоего лица, точнее Короче, смотрите Заходим Через Получается Через Четвёрт Через эти ворота Где череп стоит Да Дальше Весь рейд А Четвёрт Через эти ворота Весь рейд Пробегает До 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 Ну, я там первоначально, да, хилы, хилы будут стоять где-то вот здесь. Вот, хилы где-то будут стоять вот здесь. Вот, тут появится всего лишь козьмобок, то есть козьмобок в кресте, да, а, ну, конечно, дополнительно здесь. Милики выносят в кресте, милики выносят в кресте, и дальше арбюре стоят в луне. Появились дожеки, тут немного продлежаечек, да, в принципе, легко и просто свежий уйти, вообще не проблема. Дальше, следующий нюанс. Сливаем первый ромбик. У нас, по итогу, после числитель ромбика, после числитель, ну, 5 мобов мы первого взорвали, а у нас остается 10 мобов. Эти 10 мобов, эти 10 мобов идут по разной стороне вот этой вот хирургии, то есть, потому что милики выносятся по своей лужи в одну метку, и, ну, рыдой стоят совершенно в другую метку. И мобы, которые появились 5 мобов, пойдут в одну сторону, например, там соотношение разное, какие-либо 5, или 4, или 5, или 3, грубо говоря, мобов поделись наполовину. Вот, одни мобов дойдут раньше, одни мобов дойдут позже, позже мобов дойдут, которые пойдут с армолизованием, раньше дойдут мобов, которые полицейские, все просто. Сознаем необходимо какие-то условия, оставить только одного контроллера, от одного мобов, который будет следить в первой точке. Я жила, был их учитель, словами, которое спросить в первой точке, который не могуborne, он withdrawing, но нежно не уходит для других, это же может быть автором. Могой молнии женского луков. Сейчас на этом тоже не составит труда. За контролем двоих-троих мобов. Два дойдут, там похер. И у нас получится по времени, что сначала взрываются мобы, которые идут от миликов на первую платформу. Потом взрываются мобы, которые идут от РДД на третью платформу. И получится так, что мы разделим две пачки мобов даже по времени взрыва без контроля. Если еще будет дополнительный контроль, то есть стабильность зайдет по два, максимум три мобов этих. А то и по одному. Дальше, следующий нюанс. Взрываются вот эти мобы. Это время у нас как раз таки есть, чтобы пробурстить третью платформу. И следующую платформу мы будем сливать третью. Две посередины платформы мы будем сливать. Вот, по итогу, слить от третьей платформы, опять появится 10 мобов. Эти 10 мобов, эти 10, вот это единственное, где надо будет поконтролить. Эти 10 мобов пойдут к четвертой платформе. Ну, я считаю против часовой стрелки. Эти 10 мобов пойдут к четвертой платформе. Там даем шв-шку, там даем прожимки, плюс контролем мобов, то есть 5 мобов, там 6 контролем, 4 под шв-шку взрываем, там по два потом отпускаем. Вот, взрываем этих мобов, получается у нас как раз таки время, чтобы слить этого мелкого до вызова следующего. Следующие мобы появляются на первой платформе и идут на четвертую платформу. Они идут как? Они сначала идут к мертвому фениксу, мелкому, там стоят пару секунд, там стоят пару секунд и потом идут к следующему мелкому. То есть, даже если он мертв, тоже там стоят пару секунд и так по кругу. То есть, теория, они, даже на практике, они сначала, вот если мы бьем первую платформу, добиваем, то есть третью, они идут сначала к первому, потом идут к четвертой платформе, потом идут к третьей, потом ко второй и потом только к первой. Тому, у которого один останется. То есть, эти мобы будут идти там примерно две минуты, блядь, до той платформы. Четвертая платформа у нас получится вообще без мобов. Единственное, что мобы будут там, десять мобов появятся, когда мы будем его добивать. То есть, единственное, что там придется по максимуму дать контролем мобы и просто его зергануть. Вот, и при этой тактике получается только один момент, где надо будет поконтролить мобов. Ну, значительно хорошо поконтролить мобов. Это, блядь, когда третьи платформы идут на четвертую. То есть, вот этот период. Там отдать шв-шку и тому подобное. В связи с тем, что у нас освободятся три танка, как-то, на четвертую платформу. То есть, там, в принципе, поконтроливать мобов, я думаю, не составит проблем вообще. Деминишинг вроде же не вешается на мобов. Так что, это похер. И этот, и еще один нюанс получается. Мобы, мобы будут взрываться только на первой платформе. Ну, вот, с которой будем бить вторая платформа. Вторая платформа. То есть, пять мобов первоначально. Потом на третьей платформе и на первой платформе разделено, да? Потом на четвертой платформе десять мобов взрываются. Больше мобов взрыва нет. Лёх, а что кроме Адмирала нет людей больше, кто может ДБМ сделать, чтобы он 8 беток ставил? Да, зачем? Не надо. Ну, ты не сделаешь ДБМ. Нет такой команды, что 10 мобов выбирало только 8 и ставило на них метки. Адмирал сказал, что не делает. Там смысл в том, чтобы он просто поставил метки на любых 8 мобов. Из десяти даже несколько. Нет, смысл-то понятен. Ну, когда мобов будет, допустим, ебаническое количество. Больше... Чё? Четыре мобов без контроля, четыре мобов с контролем. Ну, восемь мобов с контролем. Нет, эти метки-то они придуманы. Ставить их только для той тактики, когда их хлопать обязательно. Мобов до следующих. Мы тоже здесь будем хлопать. Это понятно. Просто я тут задумался про восемь локов, нахуй. Ты просто понимаешь, тут немножко другие тайминги. Ты посмотри, какое расстояние получается у нас для контроля. То есть у нас с этой тактикой получится такое расстояние, что это просто будет дохерище расстояние. Я так понял, ты решил ли делить на мили и РДД зону, да? Нет. А, а как? Так же зергается первый, да? Ну, смотри, просто вот здесь, вот здесь, допустим, появляются мобы, да? Вот эти мобы, они пойдут, ну, здесь есть мобы. Эти мобы с этой стороны пойдут к звездочке. То есть вот сюда. Крестики, которые появились, мобы, они пойдут к этому, к печеньке. Ну, ну, к ближайшему. Да. И получается расстояние отсюда до печеньки, оно гораздо ближе. То есть эти мобы дойдут впервые, чем, допустим, мобы, которые появились в Луне, дойдут до звездочек. Ты посмотри, какое тут ебаническое расстояние. То есть расстановка другая немножко. А мобы с Луны 100% пойдут в звездочку? Да. А, ну это заебись. А такой момент, по хилам, смотри, какой-то хил же должен будет оставаться хилить кого-то еще на первой платформе, то есть на четвертой. Ну смотри, мы оставим здесь вот одного хила, здесь одного хила, который будет хилить и рейд, и рейд, и первую платформу. А на первой и второй тоже нужен хил. Дальше. Дальше здесь, здесь вот где оставил трусы, здесь тоже будут стоять три хила, которые будут хилить рейд, и если что звездочку смогут подхилить. Получается уже четыре, да? Ну то есть им звездочку не так обязательно хилить. И здесь мы оставляем два хила, два хила, которые будут хилить, получается, блять, двух танков. Двух танков и звездочку, и... Кто-то один из них диспеллером будет, я так понял. Да, и вот смотри дальше, следующий нюанс. Когда мы убиваем ромбик, когда мы убиваем ромбик, ну там появляется десять мобов. И здесь вместе с этим, с хилом остается монород. Ну то есть монород будет танчить вот эту, другую. Да, шесть хилов в любом случае. Получается хил, который стоял между четвертой и третьей, останется уже между третьей и второй, с монородом. Смотри, здесь монород освобождается, и этот хил, который стоял вот здесь... Ну да, да, да. Вот там стоят здесь, то есть там их стоит, монород, и, блять, хил. Монород, если что, танков может подменить, ну то есть стаки спадут, да, потом. Дальше. И плюс, может, пока танков он не меняет, он может диспредить хила. То есть, чтобы сто процентов он хилил этот хил, и вопросов по нему не было, он может диспредить хила. И он может же, блять, танк, если что, подменить. Ну да, да. Вот. А эти, получается, когда мы убиваем ромбик, хилы, которые стояли в трусах, их три штуки. Три штуки. Они все смещаются уже к звездочке. Ну да, с той стороны я понял. И получается, что уже в звездочке и на первой платформе, то есть уже это, ну, как бы, грубо говоря, рейд хилит пять. Да, да, я понял, я понял. Вот. Ну, первым мы фениксы легко, типа, зерганем, то есть быстро убьем. Я думаю, там проблем вообще никак. А там оно еще легче получится. Пять мобов там, я думаю, четыре сила спокойно прохилят, если будет взрываться. То есть зигни должны. А здесь, получается, перебежали все, звездочки, допустим, и тут уже пять силов. То есть на пяти силах два танка и весь рейд. То есть, в принципе, нормально. Вопросов нет. Ну, да, самая проблема первые два моба. Ну, первая моб проблема. Ну, типа, первого моба быстрее всего надо слить. Чем быстрее сливаем, тем лучше. Вот. Даже если мы сольем так его, что появится... А, кстати, еще один. Вот еще работа такая хуйня, как пять перьев. То есть, если ты первого мелкого сливаешь, когда пять перьев на земле лежит, появляется только пять мобов. Нормально. То есть, если пять лоб... Ну, мы сливаем его до второго каста перьев, вот этого. То есть, появится только пять мобов. Ну, это вообще изи будет тогда. Вот. И если появляется пять мобов, это вообще, ну, как бы легко и просто. И, блядь, пять мобов там тоже дохуя хилить не придется. То есть, мы сразу идем сливать пять мобов. Там есть в чем проблема? Мне бы хотелось, знаешь, инструкцию, что делать по четырем дебафам. Вот, допустим, если у тебя дебаф на агро, что делать игроку? Если дебаф на уменьшение физухи, что ему делать? Дебаф на уменьшение энергии и ярости, что ему делать? И еще какой-то четвертый. Забыл какой. Просто бить. У тебя дебаф на агро, ты в танке бьешь. У тебя, наоборот, хороший агро. Не, а если ддшник? Если ддшник, ну, блядь, топа. Ну, по крайней мере, как я это вижу, типа, если ты рдд, то тебе похуй. Ты бьешь танк, если что, таутит постоянно. Ага. Ну, если ты милик, то там, блядь, мили атака просто милика сложит. Милику надо стоить. Я вот бутилку пробовал вешать, у кого такой дебаф. И агро больше дает. Тут самое главное отворачиваться, который фиряет. Вот. Прекрасить. Маленький нюанс. Тот, блядь, я очень сильно надеюсь, я очень сильно надеюсь, что в ронмике будет с фиром. Потому что первого надо сливать в любом случае с фиром. Он самый проблематичный, блядь. Он и яманы, и, блядь, силурун там всю эту хуйню блокирует. Он самый проблематичный. У него ебучий фир. А как он его называется? Усталость или как? Нет, не усталость. Надо зайти на другого, блядь, на другого компалмента. Вот есть ярость, усталость, рассеянность и еще что-то есть. Усталость. Ты танчил его в прошлый тропин. Это надо видео смотреть. По-моему усталость. Усталость фир, да? Да. И нам нужно, чтобы это стало, было или в ронмике, или звездочке. То есть мы бежим, грубо говоря, до того момента, пока не пошел каст, мы бежим вот сюда, на середину. Как только пошел каст, если в ронмике или звездочке этот с фиром, мы сразу бежим, его бьем. То есть нам надо первого слить с фиром. Нам без разницы, ронмик или звездочку сливать. Ну, одно и то же все равно выйдет. Ну, это самая проблема-то одна остается. Это хлопать по один-два моба. И вот, кто хилит танков на первое-второе, если слева считать, по часовой, если считать. Их, я думаю, что вполне захилить смогут только Эрдру с Холли Паулом. Да забей там, не в этом дело. Тут будет нормально все прохиливаться. Смотри, когда... Почему я тяну буду встретить? Смотри, когда ты убиваешь первую платформу, то есть первого мелкого, да? У тебя на двух танках и всем рейде уже пять силов. То есть вот эти две двух танков хилят пять силов. А здесь, получается, остается там, допустим, или я, или кават. То есть прот-паладин, который может все стаки сбросить и хилить его особо не надо там сильно, да? Остается, блядь, хил еще дополнительно. И остается еще монород, танк. То есть даже если этот танк... Ну, то есть мы тут можем уже меняться. Там стаки спадают после каждого убитого, как бы. Но мы можем, если что, меняться уже здесь. Вот в чем проблема. А ты стоишь там, допустим, в звездочке. Ну, грубо говоря, да? Стоишь в звездочке, танчишь в звездочку. Вот, а мы сливаем бомбик. Потом весь рейд, и весь рейд уже там находится, возле звездочки. И все силы там находятся, в этой звездочке. То есть все силы там уже, блядь, хилят вас вдвоем. То есть я думаю, там проблем с прохилом танка вообще не будет. Тем более стаки снимутся после первого убитого мелкого. И там проблем вообще не должно быть. Там уже находится весь рейд и все силы. По поводу печеньки, по поводу печеньки. Здесь будет немного, ну, как бы. Тут скиллуха будет. Тут надо ставить скилловых людей. Типа, там, хорошего хила, который, если что, сможет поднять. С прожимками. Танка, хорошо одетого, который долго сможет держать. Плюс вонарод на диспеле останется, если что, сможет подменить. Тут вот эти люди могут стоять вечно. То есть два танка, пахил, который там, у которого дохера сопрота, блядь. Который выживет при любых обстоятельствах. То есть там, если что, я блан-жертвенность, по нему снова закину. То есть в этом, блядь, я думаю, проблем не должно быть. Вот этой первой платформе. Тут три человека, которые будут стоять. Тут проблем не должно быть вообще. Вот. Проблемы, единственное, в чем будут, это, наверное, с позиционкой. На третий, получается, там, где звезды. То есть вот, когда вы будете второго этого мелкого бить. Здесь будут, скорее всего, проблемы с позиционкой. А чем здесь? Будет все равно, получается, то же самое. Хилы приближутся вот сюда, где-то в квадрате, да? То есть они будут стоять сразу, чтобы доставать весь рейд. Леха, так это вторая, как и третья зеркальная. Один в один, может там все расставить. Ну, это то же самое, я понимаю. То есть все равно, сколько, блядь, ходил, хаос постоянно. Вот. Получается, этот, хилы станут печенькой. Ой, в квадрат перебегут, получается. С трусов, да? Перебегут. И там, получается, будет стоять пять хилов. Мелики стоят, бьют звездочку. Мелики стоят, бьют звездочку. РДД тут место, блядь, эмоническое количество, наверное. Если РДД стоят вот здесь примерно, где-то, да? Стоят, туннелят. То есть лужи появились, они вперед пробежали. Лужи появились, еще немного вперед пробежали. А мелики все свои ложи просто выносят, блядь, ну, вот сюда, в эту сторону. Мобы подальше. Леха, можно я немножко перебью? Я, блядь, просто по времени немножко ограничен. Можно я там пока и выконом пойду? Да, иди. Этот. И мелики, получается, вот сюда выносят. Вот сюда, вот. И, блядь, короче, заебись там. То есть, РДД там, мелики там. Но факт в том, что от РДД, от хилов, от хилов мобы, допустим, эти хилы выносят, да? И они выносят примерно вот сюда, да? От хилов мобы могут пойти вот на эту первую платформу. Не в курсе, Леха, они сделали, чтобы мобы не ходили по воздуху? Мобы все равно ходят по воздуху. Но нам похер... Короче, смотрите, когда убиваем вторую платформу, когда убиваем вторую платформу, вот здесь звезды, да? Ромбик убили, убили звезды. То есть, у нас по итогу 10 мобов, получается. Которые расположены вот примерно где-то вот здесь. Вот здесь, да? И которые расположены примерно где-то вот здесь. Которые пойдут сначала к звездочке. Звездочки. Ну, так как это ближняя цель. Увидят, что мертвый Феникс, и пойдут на первую платформу туда дальше. Вот, они пойдут дальше туда. Здесь. И здесь. Вот эти 10 мобов надо грамотно слить от мелкого, который будет на первой платформе. Это единственный сложный нюанс будет. То есть, здесь априори, априори, то есть, локи контролят дальних. То есть, сразу баны дают вот по этим, которые здесь будут. Локи контролят этих. Друиды. Друиды дают корни, которые будут вот здесь. Ну, там, 3 моба, 4 контролят. Получается, что пойдет, ну, даже если 3 тут контролят, 3 там. У нас получится 4 моба, да. 4 моба идут сначала сюда, идут сюда. Потом идут к первой платформе. Потом эти с банов освобождаются. Сначала эти. Ну, то есть, баны до конца будут ставить, конечно. Сначала с корней, скорее всего, освободятся. С корней идут звездочку. С корней идут звездочку. Потом туда. То есть, у нас получится поэтапно 4, 3, 3, где-то так, примерно. Мобы будут сливаться. Но, опять же, если первая 4 заходит, и ты видишь, что 4, ну, реально мобы заходят. Даем сейлы полностью. Ну, одному можем стандать мобчик. Ну, то есть, одному стан даем, там 3 моба взрываем. Проходит стан, как раз стаки обновляются, один моб взрывается. И там по очереди по 3 зайдут. То есть, тут тоже будут лужи. Тоже будут лужи. Вот. Лужи отнеслись, или лужи. За это время должен падать как раз таки этот, этот. То есть, тут появляется 10 мобов на этой платформе. Дальше. 10 мобов, пока они дойдут до звездочки, потом до ронги, так она, блядь. И до последней платформы, они пойдут как? Они пойдут сначала к мертвому телу вот этого. Потом они увидят, что он мертвый. Они пойдут по воздуху, блядь, звездочки. Постоят возле звездочки пару секунд, увидят, что он мертвый, блядь. Потом пойдут к ромбику. И, постоят там, увидят пару секунд, возле ромбика, потом пойдут уже к первой платформе. То есть, если, грубо говоря, их там замедлить фростмагом немножко, да? Это времени ебать, сука. Конечно. Что? Ну, я говорю, времени очень много. Да. Времени очень много, чтобы слить последнего. Можно элемами же контролить. Ну, проще оставить, допустим, здесь, одного фростмага, допустим. Ну, тут урона уже не будет ни от чего прилетать. Да. Единственное, от чего тут урон прилетает, это от перья. То есть, даже если перрон маха залетит здесь, нам еще лучше, типа, минус один моб там, на той платформе. То есть, мы можем доставить одного маха, который просто их будет контролить. Ну, то есть, он контролит, блинг, дальше контролит, блинг, дальше контролит. Замедляет всех мобов, тем более, все мобы будут идти в кучу. То есть, в любом случае, они будут все собираться сначала для определенного этого мелкого и идти в кучу. А если рейд просто вот с этой платформы, ну, урона никакого нет. Остался один мелкий. Ну, то есть, урона вообще нет. Единственное, что каст перьев. Даже если каст перьев идет, просто все между собой рейндж набрали. Ну, то есть, вынеси лужи параллельно и дальше бежим туда. То есть, вообще похер. На этих мобов всех забиваем. Получается, когда смещаемся уже на последнюю платформу бить, все РДД стоят, ну, типа вот здесь, вот здесь. Силы становятся примерно вот сюда. Примерно вот сюда, чтобы хилить РДД. Мелики в печеньки бьют, на каст перьев отбивают. Тут самое важное то, что РДД касается. Это то, что, ну, допустим, если здесь будет салаз, ну, если мы видим, что там осталось, блять, 10%, 10% у мобов уже начинают подходить. То есть, у них вот к ромбику подошли уже по воздуху и сюда хуерят. Здесь просто проблема РДД будет в том, чтобы как по максимуму застопить мобов. То есть, лем, блять, там, тотем, блять. Ну, короче, те контроли, которые есть, все контроли, которые есть, надо будет отдавать. Полностью все. Чтобы ни один моб, блять, не смог, ну, или дошел, блять, очень-очень медленно. Потому что пока эти мобы дойдут с первой платформы до печеньки, это как раз то время, за которое, блять, мы должны скупировать. О-е-е-е, кто-то там это, сворвался. И что? Ну, факт в том, что нам надо сносить ромбик и звездочки. Сносим ромбик и звездочку, становится все очень просто и легко. А если сносим еще третью, ну, типа последнюю платформу, то вообще, блять, там, чтобы добить в составе всего рейда, блять, первую платформу, я думаю, блять, времени дохуя, блять, сможем в любом случае это все сделать. Всем рейдом, блять, 25 человек. И танки освободятся, кстати. Всем рейдом 25 человек. Я думаю, первую платформу мы добьем. Даже если мы там по времени, блять, немножко где-то будем не успевать, то, блять, бабл под берсой нажмем, да, да танчим. Шотает в первую очередь это это, сам же босс, а босс будет в берсе. Единственное, чем он может шотнуть, это, блять, перья. Поэтому максимально рейдж наберем, типа, между всеми. Ну, перьями там 5 человек шотнет, ну и хуй с ним-то. В 20 добьем. Ну, опять же, это надо тайминги считать по времени, смотри, что получится. Других вариантов нету. Если бы был другой вариант, уже бы... Босс бы был уже убит. Да, ну, других вариантов нету. Факт в том, что мы теряем, ну, то есть, допустим, если мы бьем первую платформу, как мы били это раньше, мы теряем вот это пространство, которое, блять, нам, ну, дает больше времени для контроля. То есть, если мы сливаем ромбик, то у нас появляется, блять, грубо говоря, одна третья, одна третья всех платформ второй фазы. То есть, одна третье место появляется освобожденного. Когда мы убиваем первую платформу, у нас появляется одна четвертое место. Вот. А когда мы сносим, допустим, звездочку и ромбик, звездочку и ромбик, у нас вся платформа свободная. Контроль как хочешь, блять, бегай где хочешь. Единственное, от чего урон приходит, это от взрыва мобов и от, блять, этого. И от перьев немножко. Все, больше нихуя. И то от перьев не факт, что урон приходит. Вот. Единственное, где мобов надо будет взрывать, это... На первой платформе. И то, я не знаю, как сложно, не сложно, это надо то есть. Но ромбик мы снесем в любом случае. Звездочку я тоже думаю, что проблем не должно быть. Потому что мобов не будет. Типа, если они даже и будут идти, то идти будут там по два, по три моба. Одного моба в контроль кинуть, я думаю, не составляет проблем. И, кстати, я проверил еще такую херню, что, когда мобы взрываются на первой платформе, вот на, ну, получается, там, где печенье, в звездочке, в звездочке урон почему-то, блять, не проходит. Может, это с текстурами как-то связано или с чем, но звездочки урон от взрыва, блять, мобов не проходит, которые будут взрываться в печенье. То есть, тех мобов, когда мы убиваем ромбик, можно даже вообще не контролить. Потому что здесь, в звездочке урон от них не пройдет. Типа, даже дебаф не вешает. Сверхновый. Вот такие вот дела. Короче, ладно, давайте его ромбки разгролим. Надо кому вообще или нет? Там вага, блять, требует много уронов. Ну, блять, сокет, надо. Конечно, конечно, всем надо. Надо? Ну, давайте. Нахуй не нужно, ничего. Ролите первую воронку. Воронки, либо бомжами, либо пятьсот сто. Один взрывается к 100. Вот это поворот, да? Вот это поворот. Просто я решил всё утащить. Так, подожди секунду. Не давай, дай вторую разгрол. Ну, давай. Рольте. Теха, так что там с воронками будет? Мне кажется, или я второй раз еду? Так, теперь я, короче, на первую воронку ролл и на вторую. Нормально. Давай на третью, 73. На третью. Давай. На третью? 73. А, не пошло так. Что-то не так пошло. Растёт, растёт. Так, кто выиграл вторую? Матсиолог. Матсиолог. Так, Матсиолог. Просит. И, короче. Да. И, короче. Короче, эти. Кто там бомжует? Ешка первую разгролил. Они дорогие вообще, нет? Ну, по тысяче голды. По тысяче голды. А по Ешке нихуя не стоят вообще. Ну, по тысяче голды. Что-то здесь стоит. Так, короче. Имперсик. Вторую роль. По тысяче голды стоит. Так, что, Лёха, а что там с воронками во время РТ? Что-то ты говорил, а потом прекратил говорить. Он, кажется, тысяча ОКД уже за ГП не забирал. Просто по роллу? Так, следующий. Просто в ГБ. Или, смысл, просто их забрать нельзя? Всё, уже нету воронок. Всё, нету воронок. Так, кто там выролил? Я. Ты заебал выролил. Давай мет. Зато мету пойду сделаю. Ага, мету. Потом смотрим ТВН в аспекту. Знаем. Нет, нет. Лучше упаси. Давай обмен. Так. И кто там воронку мотивовал? Да. Так, в плане, воронки просто в ГВ будут уходить или чё? Да, да. И глутать придётся онли через АУК, что ли? Там хобби не стоят, как сердолики, блядь, как камни. Блядь, прикинь, сначала нужно воронки купить, а потом ещё сердолики. Иначе... Ну чё, смотри. Да полизорки ещё... Хотя бы сейчас. Я ворота... Чистишь это... Чистишь... 500, короче, ЕПШ. Шикарно. Всё, я пошёл захавать. Жать хочу. Там же Драгансону, по-моему, сяло.